МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Общая боль августа 2008-го. Начался официальный визит президента Республики Абхазия Слана Бжания в Республику Южная Осетия. Успешно трудиться и прокормить себя. 23 многодетные семьи собрали первый урожай, выращенный в рамках проекта «Устойчивое сельское хозяйство». В планах привести в порядок все стрелочные переводы. Работы на Абхазской железной дороге продолжаются. Начнем с официальной хроники. 6 августа начался официальный визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия, приуроченный к очередной годовщине событий августа 2008-го года. Как сообщает пресс-служба главы государства, во второй половине дня делегация Абхазии во главе с президентом Аслана Бжания прибыла в Республику Южная Осетия. На юго-осетинской границе президента Абхазии встретили руководителя администрации президента РИО Игорь Казаев и глава Дзаутского района Андрей Джиоев, министр иностранных дел Республики Дмитрий Медоев. Президента Абхазии встретили по осетинской традиции с хлебом и солью. Член совета старейшин Камбалат Битиев поблагодарил Бжания за визиты, поднял тост за дружбу. В свою очередь президент Абхазии поблагодарил хозяев за теплый прием и отметил, что всегда рад быть на братской осетинской земле и подчеркнул, что дружба между нашими странами будет крепнуть и развиваться. Официальная делегация Республики Абхазии направилась в столицу Южной Осетии Цхинвал. С утра 6 августа по пути в Цхинвал делегация Абхазии посетила Республику Северная Осетия Алания. В аэропорту Владикавказа президента Абхазии встречали председатель правительства Республики Северная Осетия Алания Таймур Астускаев и представитель МИД России во Владикавказе Алан Хитагоров. Президент Абхазии Аслан Бжания и члены официальной делегации посетили город Ангелов. Мемориальное кладбище в городе Беслан, где захоронены погибшие в результате террористического акта в Бесланской школе в 2004 году дети, учителя и родители. Аслан Бжания возложил цветы к древу скорби. Глава государства почтил память бойцов спецподразделений, погибших освобождая детей. Возложил цветы у мемориалов их честь. Президент Абхазии возложил венок также у мемориала памяти жертв теракта в спортзале 1-й Бесланской школы, где террористы удерживали в заложниках детей и взрослых. Посещение города Ангелов и Бесланской первой школы не может никого оставить равнодушным, сказал Аслан Бжания. Когда с памятников на тебя смотрят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза, в голову приходят множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам, взрослым, сделать все для того, чтобы подобное больше не повторялось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети. Сколько бы времени не прошло, забыть этот ужас, имевший место в Беслане в сентябре 2004-го, невозможно. Нет прощения такому варварству. Я преклоняюсь перед тем, кто стал жертвой этого бесчеловечного теракта, отметил Аслан Бжания. В свои соболезнования в связи с трагической годовщиной начала войны, развязанной Грузией против Южной Осетии в августе 2008-го, председателю парламента Республики Южной Осетии Алану Таддаеву от Народного собрания Парламента Республики Абхазия выразил спикер Валерий Кварче. В травмном адресе, в частности, говорится. В этот памятный и скорбный день мы вместе с вами разделяем боль и горечь этой войны, выражаем благодарность юго-осетинским братьям, которые ценой невосполнимых потерь остановили агрессивные планы Грузии. В наших сердцах всегда будет жить память о погибших детях, женщинах, стариках, ополченцах Южной Осетии, российских миротворцах и военных вооруженных сил Российской Федерации, пришедших на помощь. Абхазия и Южная Осетия в контексте международной политики. На закрытом заседании Совбеза ООН, посвященном 13-й годовщине Российской Грузинской войны, августа 2008-го, прошло обсуждение конфликта и ситуации на так называемых оккупированных территориях. Члены Совета безопасности ООН, Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Эстония, а также примкнувшая к ним Албания призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии. Между тем, если Запад на самом деле заинтересован в такого рода геополитических шагах, то ему, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, стоит начать с себя. «Семь стран Запада требуют от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Им надо бы начать с себя отказаться от фактического, а затем и официального признания Косова, иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет». Конец цитаты. Тбилиси и его кураторам давно пора отказаться от перспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию. Об этом заявил на брифинге в преддверии годовщины августовских событий 2008-го на Южном Кавказе заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов. 13 лет прошло с начала военной агрессии режима Саакашвили против народа Южной Осетии и российских миротворцев. Как мы все помним, в ночь с 7 на 8 августа по приказу тогдашнего президента Грузии вооруженные силы этой страны совершили массированный обстрел населенных пунктов Южной Осетии, после чего начали наступательную операцию при поддержке танков и авиации. Преднамеренный характер хорошо спланированных действий Саакашвили запротоколирован в вышедшем в 2009 году докладе, созданной под эгидой Евросоюза Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, напомнил российский дипломат. В воскресенье 8 августа в эфире Абаза ТВ смотрите фильмы и передачи, посвященные трагической дате начала войны в Южной Осетии, 8 августа 2008 года. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 5 августа тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 446 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 128 из них. В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, 2 женщины 76 и 80 лет, а также мужчина 83 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 22 770 человек. Зарегистрировано 323 летальных случая. Выздоровели 18 205 человек. Будут открыты школы 1 сентября или нет, еще неизвестно, так как эпидемиологическая ситуация меняется практически ежедневно, рассказал спутник министр просвещения Абхазии Инал Габлия. Если ситуация с COVID-19 станет более благоприятной и удастся остановить ее распространение, то мы получим разрешение на открытие школ в республике. Пока говорить об этом преждевременно, отметил он. Министр выразил надежду на то, что карантин не будет объявлен, и учебные заведения начнут работать своевременно. Однако, если этого не произойдет, учителя и школьники по возможности будут использовать для обучения онлайн-формат. Премьер-министр Александр Анква подписал распоряжение об образовании комиссии по организации похорон заслуженного журналиста Республики Абхазия кавалера ордена Акзебша Третьей степени Атара Лакарба. Ее возглавил председатель союза журналистов Республики Руслан Хашик. Похороны состоятся в субботу, 7 августа. А в нашем эфире друзья и коллеги Атара Аночевича Лакарба вспоминают о нем и его жизненном пути. Хотя представить, что этого человека нет, им сегодня очень непросто и больно. С Атаром не один десяток лет мы проработали здесь. Как говорится, в одном котле вварились. Он по утрам имел привычку так заглядывать в кабинет. Иногда заходил, кофе пил. С ним всегда было приятно говорить, всегда было о чем поговорить. Атар был человеком с обостренным чувством ответственности. Казалось бы, вот когда обращаясь к нему с какой-то просьбой, было ощущение такое, что он так и ждал, что ты к нему обратишься с какой-то просьбой. Всегда был готов помочь. И делал он это искренне, с душой. Был очень сдержанный, мудрый, добрый человек. Принципиальный вместе с тем, очень профессиональный человек. Но он бывал совершенно другим, вне стен телерадиокомпании. Веселый, задорный, можно даже сказать, с таким тонким чувством юмора. Пришли сегодня и друг к другу говорим, слушайте, неужели у Атара нет? Это очень несправедливо, уходить из жизни в 63 года, когда у тебя столько планов. А у него планы были очень большие. Не так давно перешел в новый дом. Он хотел его обустроить. Он рассказывал об этом, как он хочет это сделать. Он рассказывал о своих внуках с такой любовью. Курортный сезон и сопутствующие проблемы. Сотрудники ОВД по Гудаутскому району установили местонахождение туристов из Санкт-Петербурга, которых искали родственники. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Жительница Санкт-Петербурга, потеряв связь с дочерью и внучкой, которые находились на отдыхе в Абхазии, и утром 6 августа обратилась за помощью в поиски родных в МВД республики. В течение нескольких часов милиция установила маршрут отдыхающих и их местонахождение. Путешествуя на личном авто, женщина с ребенком провели несколько дней на побережье Гудаутского района, ездили к водопадам в горах Туарчала, после чего отправились в Рицинское ущелье, откуда 4 августа уже пешим маршрутом проследовали к перевалу Пыв, выйдя из зоны сотовой связи. Туристы продолжают свой отдых в Высокогорье и собираются продолжить путешествие по Абхазии. А сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии проверили, как соблюдаются правила безопасного поведения на воде в районе Сухумских пляжей. Слово нашим коллегам из пресс-службы МЧС. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии мониторили ситуацию на Сухумском пляже по части соблюдения жителями-гостями республики правил безопасного поведения на воде, в том числе и купания в районе разбитых причалов. По городу их три. На набережной Махаджиров, в районе Морпорта и на Маяке. Купаться и прыгать с разбитых причалов крайне опасно. К примеру, с этого на набережной Махаджиров. Сейчас вот мы находимся у разбитого причала. Это аварийный причал. И слева, и справа под водой находятся штыри. Здесь ежедневно мы, либо я, либо мои сотрудники, выгоняем отсюда людей, так как здесь небезопасно и купаться, и прыгать с данного причала. Мы это обговаривали с администрацией города, чтобы данный причал закрыть. Но и тем не менее, если даже закрыть, с моря заходят, в особенности, молодые люди, дети, и прыгают с данного причала. По словам Тенгиза Сабуа, вполне возможно, что данный причал придется обносить металлической сеткой или иным основательным ограждением. А еще немало случаев, когда, используя подручные приспособления, молодые люди забираются на высотные, нефункционирующие причалы и прыгают с них в море. На той же набережной Махаджиров есть подобный причал, откуда почти с 7-метровой высоты молодежь беспечно ныряет в воду, рискуя получить серьезные травмы и увечья. Купальная зона большей части Сухумского пляжа оснащена ограничительными буями, установленными в море. Однако многие купающиеся пренебрегают данным обстоятельством и заплывают за буи. Фактически, это уже судоходная часть акватории, и, как говорят спасатели, риски попасть под винты маломерного судна крайне высоки. Скажите, пожалуйста, для чего вот эти буи стоят? Знаете же, вы вышли в зону судового фото, давайте туда. Что касается самих маломерных прогулочных судов, то проверка показала отсутствие у многих отдыхающих на них спасательных жилетов. Здравствуйте. Здравствуйте. А где ваши жилеты? А почему они не на вас? Оденьте и не снимайте. Это противоречит установленным нормативам. Владельцы судов обязаны обеспечивать всех туристов спасательными жилетами. В противном случае на них будут возложены штрафные санкции, а в некоторых случаях административные дела будут передаваться в правоохранительные органы. Давайте к берегу плывем, ребята. Слышите меня? К берегу плывите. В планах привести в порядок все стрелочные переводы на главном пути. Работы на Абхазской железной дороге продолжаются. Сейчас расчищены пути в сторону Ачимчиры. Там же проходит капитальный ремонт отрезка пути. Моя коллега Илеонора Гилаян доехала в Ачимчиру на тепловозе и расскажет вам все подробности. Еще полтора месяца назад дорога, по которой мы сейчас едем на тепловозе, была в зарослях. Лес здесь начал расчищать Абхазская железная дорога. И вот результат. Финальная точка нашего маршрута – нечетная горловина станции Ачимчира. Так она называется на языке железнодорожников. Последние несколько месяцев в их жизни активные и насыщенные. Очистка железной дороги – малая часть проводимых работ. Малая, но необходимая, как утверждают в самом ОЖД. Земполотно находилось в заброшенном состоянии. Произрастали деревья. Они нарушали геометрию земполотна балластной призмы. Было принято решение генеральным директором Арсова Читанавы начать эти масштабные работы по обустройству земполотна. И по ликвидации леса, который в определенных местах поглотил железную дорогу. То есть там образовались естественные тоннели. Локомотивы ездили в гуще, в чаще лесной. Это все не было видимости локомотивных бригад. Разбивались окна у локомотивов. Даже иногда были случаи, когда наши машинисты получали травму, потому что не могли высунуть, грубо говоря, свою голову в окошко и посмотреть, что впереди происходит. Общая длина расчищенных путей – 24 километра. Лес был отодвинут на 20 метров от железной дороги. Работы проводились эскаваторами. По словам Октая Хазириши, на самых сложных участках работа завершена. Сейчас все силы АЖД брошены на капитальный ремонт подъездного пути. Общая длина – почти 2 километра. Демонтируется старое полотно полностью. Происходит выемка балластной призмы. Укладывается то полотно, которое у нас находилось в резерве. Оно находится в очень хорошем состоянии. Мы его нарезаем плетьми, рельсошпальными решетками по 12,5 метров. Укладываем. Дальше хапры и дозаторы проезжают, высыпают щебень. И дальше выправка, подбивка, рихтовка пути – такие работы мы проводим. На этом отрезке у самого порта проведенные работы очевидны. По словам железнодорожников, главная функция сегодня – грузоперевозки. В частности, угольные. С недавних пор, после проведенных работ в Чемчирском порту, туда стали заходить корабли массой 12 тысяч тонн. А до конца года заявлено к перевозке 1 миллион тонн груза. Это увеличило логистические способности порта Чемчира. Как производная, увеличился грузопоток в порт Чемчира. В частности, идет уголь. Основной груз – это уголь. К нам пришла телеграмма с РЖД с просьбой подтвердить принятие определенных объемов этого груза на порта Чемчира. Основной целью всех работ в РЖД называют обеспечение безопасного прохождения грузовых составов на дороге. В планах привести в порядок все стрелочные переводы на главном ходу. У нас есть проблемы в Ишерах. Мы их устранили. Недавно провели работу по ремонту трехстрелочных переводов. Такие же работы предстоят большие, более масштабные по станции ПЗИП, по станции Гудаута. То есть планы есть на этот год, связанные с приведением нормативного состояния верхнего строения пути Абхазской железной дороги. Все работы РЖД проводят за счет собственных средств. Руководители и специалисты намечают план работы, определяют первоочередные задачи, составляют сметы и приступают к делу. Элеонора Гелаян, Раму Камкия, Абазатова. Часть Абхазии осталась без электричества утром в пятницу 6 августа из-за аварийного отключения над Парчалской ГРЭС. Об этом сообщает Черномор Энерго на странице Фейсбук. Чуть позже произошло аварийное отключение уже на высоковольтной линии Ачгуара из-за перегруза. Место аварии было локализовано на 27-м километре высоковольтной линии. На это место также выехали ремонтные бригады. Успешно трудиться и прокормить себя. 23 многодетные семьи собрали первый урожай, выращенный в рамках проекта «Устойчивое сельское хозяйство». Семьям, которые располагают участками и хотят заниматься овощеводством, приобрели баки, шланги, мотоблоки, рассаду однолетних культур, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец и арбузы. Всем помогли составить бизнес-план, научили вести бухгалтерию и обеспечили консультациями профессионального агронома. Первый урожай уже собран и реализован практически всеми семьями. В своей группе в WhatsApp участники ежедневно делятся успехами. Проект реализует благотворительная общественная организация «Кераз» благодаря финансированию программы поддержки гражданского общества, которая является совместной инициативой ЕС и ООН. Слово Надежде Боровиковой. Сана Зингишвили из села Пшап – мать троих сыновей. Все спортсмены занимаются каратэ и помогают родителям по хозяйству. Их семья – одна из 23, которые стали участниками проекта «Устойчивое сельское хозяйство». Проект реализует благотворительная организация «Кераз» при финансовой помощи программы поддержки гражданского общества, которая является совместной инициативой ЕС и ООН. Мне дали мотоблок, баки, шланг, мотор. Все дали, мы сделали. Помидоры, огурцы, перец, корки, сладкие, синики, кабачки. Мы все сделали и арбуз дали. Мы еще добавили дыню туда свою, мы сделали на продажу чуть-чуть имеем. Сейчас будет скоро, будем продавать. Уже 800 килограмм огурцы продали. Синики взяла по 15 рублей, продала, духа упала, уже не буду продавать. Остатки баклажан, которые продавать уже невыгодно, Оксана закрыла на зиму. Также семья самостоятельно приобрела и установила систему капельного орошения. Благотворительная организация КИАРАС реализует различные сельхозпроекты последние три года. Для нынешнего довольно масштабного проекта семьи из числа подопечных отбирались по специальным критериям. Первый вопрос стоял, это количество трудоспособных в семье. Участок должен быть чистым, спашным и загороженным. То есть критерий. И по этим критериям 23 семи попали. Также многие попадали под этот критерий, но большая проблема была с водой. То есть не у всех вода была вообще на территории самой земли. Лейла Торуа живет неподалеку от Оксаны Зингишвили. Ее семья, в которой четверо детей, тоже стала участницей проекта. Они посадили огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский и острый перец. Свой огород у них, конечно, был и до проекта. Но благодаря помощи КИАРАЗа они увеличили объем посадки и сдают свои овощи на продажу. Мы не имели бак, куда воду, допустим, чем поливать. Благодаря этой организации они нам помогли, шланги помогли. Потому что для многодетной семьи это очень неподъемная сумма. Вот попросили сетку, тоже помогли. Ну, многим насосом, водяным насосом. Ну, то, что мы попросили, главное, вот рассаду тоже. Это тоже, если все купить, все приобрести по карману. Для нас, для многодетных, это очень большая сумма. Главное не только реализовать. И семья тоже сыта, не только на продажу. Ну, и это все, чтобы купить, тоже немало экономии. Ну, я лично довольна. Сейчас другие не знают, но я лично довольна. Я огромное спасибо этой организации, что вот так нас поддерживают. Тимур Мукба – менеджер проекта «Устойчивое сельское хозяйство». Закуп материалов, рассады, отбор бенефициаров и мониторинг в ходе реализации проекта – его зона ответственности. Тимур рассказал, по каким критериям будут оцениваться результаты проекта. Когда он полностью завершится, когда все культуры отцветут, весь урожай будет собран и реализован, мы можем говорить об успешности проекта. В рамках этого проекта все бенефициары отобраны. Им был составлен командой проекта бизнес-планы, мини-бизнес-планы, в рамках которых просчитывали минимальный урожай. И, соответственно, выручку, которую должны получить бенефициары проекта. Таким образом, есть, грубо говоря, целевые показатели, которые семьи должны достичь. Вот когда мы соберем данные по тому, сколько и на какую сумму они реализовали свои продукции, мы можем говорить о том, насколько был успешно реализован проект. Георгий Пантия – агроном проекта. Он занимался подбором сортов, оптимальных для открытого грунта, консультировал участников по правилам посадки и ухода, помогал с лечением и удобрением. Конечно же, мы всегда на связи, мы и выезжаем, и на связи. В основном это все люди присылают фотографии, когда сталкиваются с какой-то проблемой. Например, этот год очень такой специфичный, то есть климатические условия, они большие перепады температур. А большие перепады, соответственно, это разного рода грибные заболевания, стрессы на растениях. Есть препараты системного действия, есть препараты контактного действия, есть биопрепараты. То есть, когда начинает выращиваться какая-то либо культура, до момента ее оплодоношения, мы рекомендовали использовать, например, системные препараты. А потом, при уже начинании сбора урожая, уже какие-то биопрепараты, либо контактные препараты. Саид Квициния из села Утара – отец пятерых детей. Мотоблок у него был свой, в рамках проекта ему передали бак для воды и саженцы перца и арбуза. Урожаем, как и его реализацией, Саид очень доволен. Арбуз дали, перец дали нормальный, перец тоже получился, арбуз тоже нормально. Уже 2 тонны продал, еще есть где-то 3 тонны, потом вторая рука будет еще нормально вроде бы. Семену можно было купить, но это ранее саженцы, я не смог бы сделать саженцы, это тоже надо уметь. Так, если не дали бы, не знаю, по-другому получилось. Участники и кураторы проекта ежедневно делятся успехами и неудачами в общей группе в WhatsApp. Последнее время поводов для гордости, конечно, больше. У всех поспевает урожай и группа пестрит фотографиями. Кроме того, участники делятся отчетами по продажам. Организаторы признаются, что между семьями даже появился соревновательный элемент. У кого урожай лучше, кто продал подороже. Как минимум одна цель проекта уже достигнута. Доказано, что при небольшой финансовой и организаторской поддержке семья, которая готова трудиться, может прокормить себя и даже заработать неплохие деньги. Надежда Боровикова, Сосркуагуха, Абаза-ТВ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с Организацией движения против голода представляют на телеканале Абаза-ТВ еженедельный цикл передач «Школа фермера», где агрономы делятся полезными советами по ведению сельского хозяйства. Тема сегодняшнего выпуска – правила сбора, переработки и хранения ореха-фундука. Смотрите в нашем эфире. Доставленная в Абхазию боевая галера успешно прошла ходовые испытания на озере Рица, рассказал корреспонденту «Спутник», автор чертежей традиционной абхазской ладьи, художник Батал Джапо. Судно полным ходом рассекает озеро и на парусе, и на веслах, и на моторе. Ходовые испытания прошли отлично, даже лучше, чем думали, поделился Джапо. Команду и капитана судна предстоит определить заказчику руководству этнопарк Абстны. Реплику абхазской боевой галеры построили на основе архивных материалов в Петрозаводске. Галеру успешно испытали на Онежском озере, в верфи Варяг. Рассчитана она на 50 человек. По пути в Абхазию галеру показали в музее Востока в столице Адыгеи – Майкопе. Сейчас о погоде. Выходные 7 и 8 августа. В Абхазии переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье со второй половины дня кратковременный дождь, гроза. Высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью 26, днем до 37 градусов. Температура морской воды 28 градусов. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире и удачных выходных.